ребят всем привет с вами елена литвинова в текущем видео мы продолжаем макет космос то есть у нас осталась последняя часть silence gallery то есть ну с галерей есть еще моменты которые в этом макете можно доделать то есть это такой первый штрих я бы так назвала то есть когда мы сделали десктопную версию возможно я продолжу этот макет в будущем после вот текущей версии но с текущим уроком в целом мы закончим с вами первую основную часть это в целом текущего я вот вместе с галереей и всеми секциями которые здесь присутствуют и давайте посмотрим на то что у нас здесь есть и окунемся в мир пришельцев где мы самые главные пришельцы на планете итак поехали у нас есть но последняя секция это meet our team so members выглядит эта галерея будет вот так то есть мы с вами и целиком сверстаем также немножко поработаем с градиентами чтобы плавно переходили секции потому что вот здесь вот был не очень плавный переход из-за того что у нас была картинка и вот такая вот галерея по факту это у нас будет scroll такая scroll gallery который я когда-то уже делала и показывал как можно прикольно реализовывать вроде она да она останавливается то есть на каждой карточке и я решила сделать галерею вот таким вот образом то есть мы кликаем мы можем узнать информацию то есть вот с такой анимации вот по умолчанию там активно первая карточка на мобильном устройстве это можно драгать то есть благодаря чему все работает нативно в различных вообще устройствах и футер конечно же тоже сделаем добавим однако какие моменты еще здесь могут остаться то есть эту галерею можно сделать сложнее то есть я выбрал такой наиболее простой вариант с ней можно под заморочиться и сделать ее целиком на java скрипте то есть когда у вас не скролл а немного другие события я пробовала например думать как делать как сделать вообще эту галерею как она должна себя вести возможно когда вы скроллите у вас должны открываться вот эти окошки знаете типа там показываться условно но когда я так сделала это выглядело немножко неряшливо было много скачков ненужных и возможно вот если сделать вот прям собственным java скриптом когда у вас полный целиковый контроль это будет возможно выглядеть лучше но я решила в текущем уроке использовать скролл потому что это попроще сделать такую скажем начальную версию на мой взгляд который не выглядит очень сложно ну то есть который выглядит довольно просто то есть там у нас скрытый скролл и но в принципе кликаем и открываем наши вот элементики здесь стоит еще заметить что здесь есть в общем этот не очень хорошо скроллится тут есть пристыковка в общем есть вот тоже такая уникальная формочка и звездочка и что еще и и текста я себя тут тоже добавила мне показалось это прикольно можете добавить свою фотографию быть частью команды пришельцев кажется это просто по крайней мере весело что еще здесь делаем до footer какие моменты останутся что например еще можно в принципе доработать вот даже с первой версии это сделать мобильную версию то есть чтобы у нас все хорошо тянулось в текущем макете я скажем не всегда вот смотрите видите уже там все едет немножко но в принципе я не предусматривала здесь мобильную версию можно сделать мин вид на весь экран чтобы ее не позволять скажем так и что сделать мобильную версию я частично ее предусматривал то есть принципе layout тянется однако для мобильной версии классно предусматривать например динамические величины как емрем и я в общем делала это скажем так немножко спустя рукава то есть иногда пиксели использовала иногда использовала в общем по разному целью было закончить layout и попробовать сделать его и что еще можно сделать окей мобильной версии пусть там останется размеры шрифтов все будут абсолютно такими же что в целом возможно будет хорошо что еще можно сделать допустим мобильную версию там все сузили как нужно еще можно сделать анимацию вот этого меню то есть когда мы кликаем у нас например идет второй экран третий экран можно сделать грубым способом то есть просто используя якоря и у вас будет очень быстрый грубый перелист этих секций скажем а можно сделать хорошим способом как я однажды делала в одном из видео когда вы кликаете у вас прав плавный скроллинг переходит это просто совсем немного магии джаваскрипта и все то есть это делается в целом довольно просто текущее видео в целом она как бы последние в серии потому что макета он готов и внутренние части они тоже готовы но можно это улучшить и усовершенствовать в целом если это продакшен лаяут и вы делаете прям по-настоящему классно для продакшена и вы готовить можете это опубликовать то классно это сделать абсолютно идеально но нас такой максимум на которой это возможно это понятно вот но в любом случае мы с вами продолжаем и мы делаем с вами галерею и пишите комментарии что вы хотите например продолжить лаяут и будете очень рады если я сделаю вам идеально но то есть чтобы он был правда классно для этого нужна энергия а именно лайки и комментарии поэтому не забываем подписываться на канал ставить колокольчики и там пальчики вверх и прочие прелести и и поехали делать нашу галерею я расскажу как сделать такую несложную версию на самом деле но она выглядит очень хорошо это сложно отрицать не так ли итак поехали то я уже сделала я склонировала репозиторий здесь есть множество различных веточек и я взяла difficult forms потому что это был предыдущий урок который мы закончили и сейчас нам нужно добавить две новые секции вместе с галереей и давайте сделаем это да первое что я делаю у нас есть документ я открываю и внутри у нас есть различные компоненты уже ну то есть которые мы ранее добавляли и здесь у нас есть page это основная часть то есть этот сборщик был создан на neck nest блин next джейси то есть все было установлено на next джейси и вот такая вот структура здесь для реакта и что нам нужно в принципе сделать то есть у нас уже есть секции difficult forms logos то есть все предыдущие секции у нас есть что нам нужно сделать добавить новые секции у меня также открыто фигма и вы можете найти все ссылки в описании и на фигму и на код на гитхабе и соответственно попробовать посмотреть я рекомендую конечно же пробовать вместе со мной хотя бы как-то и на в том числе буду объяснять и css и все что я здесь делаю чтобы вы понимали что происходит да и так первое что нам нужно сделать у нас галерея alias давайте создадим новую секцию вообще в текущем уроке нам их потребуется две так как это в целом можно сказать последняя секция ну не помню говорила в английской вариации вид тут и в русской вариации видео но возможно я доделаю то есть может мобильную версию и и еще скрол но чтобы просто это сделать красиво и классно то есть я не вкладывал сюда огромное количество усилий потому что мне за этот контент не платят ничего не делают но в то же время старалась сделать максимально хорошо без даже без отдачи и так ну кстати не платить ничего вы можете заиспользовать донейшн альерс который идет под этой с под этим видео если вы пробуете работать то я буду благодарна и так что нам сюда нужно сделать но нет не members да members то есть у нас уже были предыдущие заголовки здесь есть members и также у нас есть тайтл и тайтл мы кладем следующим то есть у нас нет я положил тут бр потому что он с новой строчки у нас идет аур и также скопировала глазик сохранив его в свечи формате ну то есть экспорт свечи просто как свечи и также тим тайтл то есть вот это все добавила вот давайте посмотрим что у нас здесь уже получилось то есть вот а вот тим да мы также можем с вами добавить футер который будет тоже такой большой секции в футере что у нас есть вот эту часть я удаляю не потребуется у нас есть слога social networks если мы посмотрим логотип social networks и копирайт если мы вернемся к вам к нашему первому уроку который был начат огромное количество времени назад у нас здесь есть логотип социальные сети то есть это все есть исключением копирайта и копирайт мы с вами добавим чуть позже но тем не менее вот оно есть и давайте посмотрим что же у нас есть то есть вот у нас есть футер имид аути первое что следует сделать вообще если мы с вами пройдемся по ауту и чтобы я хотел немножко пофиксить видите здесь линия из-за того что у нас есть бэкграунд имидж на этой секции мне хотелось первое ее сгладить и дальше ну также добавляем градиенты я использовала линейные градиенты то есть я не стала вот здесь ухищряться и делать вот эти радиальные круги а вы можете если хотите попробовать и я бы сделала это либо через псевдоэлементы такой радиальный знаете круг градиент который из цвета уходит в прозрачность если здесь даже посмотреть здесь к сожалению фигме не видно что это прям хороший такой градиент иногда здесь пишет что это градиент и просто ну расположить его там через позиция абсолют положить но я не заморачивала здесь настолько здесь также есть и розовый такой же кружочек то есть они прямо повторяются множественно раз много раз кстати можно даже как-то репитом но допустим располагает там знаете в зависимости от секции потому что они много раз где встречаются хотеть здесь смотреть поменьше здесь тоже какой-то желтый круг но в целом да поняли окей давайте добавим градиент к самой секции то есть здесь мы идем в соответственно во что во что в мы вписались вообще мы идем сюда у нас есть difficult forms and content и другие вещи и здесь кладем алиэс то есть наш новую секцию алиэс 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 гэлори и сюда у нас position relative linear gradient тут мин хейхт хейхт и один ботом то есть вот такая да причем линейный градиент у нас идет от предыдущего должен вообще-то идти конечно же но походу он не особо так идет да то есть немножко другой цвет но там так как у нас и так на фоне картинка то там не получится сделать хорошо поэтому я здесь еще добавлю псевдо элемент точнее before который сгладит цвет то есть смотрите сейчас я сохраняю и вы видите вот тут ну как-то ну красиво но не так чтобы на сто процентов а чтобы сделать на сто процентов мы добавляем content before и короче смещение сделаем ровно на 150 пикселей то есть это зависит насколько вы хотите там это сглаживание сделать и здесь у нас rgb альфа идет соответственно от единицы в прозрачность тот же самый цвет я взяла rgb от этого цвета то есть если тут принципе покликать вот он 53 32 43 то есть это тот же самый цвет а только здесь он в 16 ричном формате а тут в rgb альф просто другое представление и смотрите видите я сделала это сглаживание вот и выглядит хорошо для футера нам не нужно сглаживание но он у нас там черный прям резкий и еще я хотела сделать сглаживание здесь то есть для секции которая с логотипами то есть вот нас вверху логотипа тоже добавить такой псевдо элемент авто то есть если мы возьмем logos и положим здесь auto а возьмем позиция абсолют топ и сделаем знаете такой переход здесь тоже альфа я не знаю как это работает кстати это правда работает и без альфа перечисления возможно просто браузеры фиксит эту ошибку да и все и у нас идет с прозрачности в цвет в прозрачность правильно вот и тем самым мы делаем такую но что красиво смотрится нету не будет четких границ и вот а если я сейчас сохранила я перезагружаем все вот видите сгладилась граница все красиво текст тоже идет поверх то есть все замечательно meet our team и давайте мы с вами доделаем а футер и приступим к нашей галерейки потому что но футер как-то попроще сделать вообще там что там футер да как мы сделаем футер это тоже дополнительная секция после пришельцев короче пазинг top bottom хейхт auto auto ставим и здесь я сделала дисплей грид потому что но как бы auto auto один и фэр на копирайт у нас идет айлайн айтемс центрируем короче все и gap 8w копирает текст align right прижимаем сюда единственное нам этот копирайт нужно создать то есть его у нас как-то нету если мы с вами сейчас перезагрузим там футер уже каким-то образом он встанет а здесь нам нужно добавить копирайт и это просто отдельная компонента код копирайт а здесь нам нужно добавить индекс t6 и здесь нам нужно добавить style модуль с css и давайте подумаем а что же мы будем добавлять в копирайт в индекс t6 и сюда сверху мы кладем текст мы кладем нашу компоненту собственно когда вы растете в разработке то в какой-то момент вы просто знаете одним нажатием на клавишу у вас сразу все вставляется просто верьте так вот здесь у нас есть класс styles copyright и здесь я добавила еще чтобы он считал немножко этот год ну типа джава скрипта знаете что вот если допустим не будет ли не я не обновлюсь этот макет в следующем году но не статически совсем ладно это параграф обычный с копирайтом все это положили не забыли классные им у компонента чтобы манипулировать этим стилем вот здесь вот здесь поставить классные мы как-то его расположить и конечно же не забываем немножко поработать со стилями если давайте попробуем удалим возможно это кстати будет работать потому что я указывала футере copyright сохраним и да все работает хорошо копирайт тоже работает беленький то есть не обязательно тут его перечислять что у нас здесь есть то есть вот мы добавили с вами параграф все работает мы импортировали здесь тоже работ единственный один момент который хотел поправить эту отступы в social networks там 32 пикселя и я поставила в зависимости от вьюпорта не совсем верно в общем вот я пока пробую вам показать мне за фоткой скрывается копирайт выглядит вот так в целом выглядит хорошо в самом копирайте у нас только стиль относительно него то есть фон сайс и все дела и что у нас еще в самом хоме то есть css основном вот у нас есть тот пайлин display grid items то есть централизирует текст внутри и гэп хотя сама централизация футера то есть его объемы задаются за счет паддингов то есть сверху и снизу снизу немножко меньше мне показалось визуально это лучше выглядит поэтому сделала так ну собственно вот футер у нас готов members готова осталось только сделать галерею окей как мы будем делать галерею для этого нам конечно же потребуется еще одна компонента для гэлори потому что просто потому что она нам потребуется и мы должны назвать ее альяс гэлори должны просто если это будет не так то пришельцы на вас обидятся и никогда к нам не поле не прилетят завоевывать мир и она поэтому поэтому мы должны сделать это так как мы это делаем стайл море и ссс и давайте посмотрим альяс гэлори что у нас есть здесь что у нас здесь будет во первых сейчас я тут скрою немножко информация так это у нас не ссс сорян это тайп скрипт я скрою немножко информацию то есть знаете так немножко немножечко подибашить 123 тут напишу и вот так ну вот собственно у нас альяс гэлори айтем айтем альяс гэлори и 123 то есть в целом сейчас я расскажу про все эти интерфейсы и так собственно мы создали с вами галерею и проблема для решения этой проблемы нам нам нужно импортировать нашу галерею и проблема решена то есть вот у нас появился здесь 12312 собственно наш интерфейс так как мы будем с вами верстать эту альяс гэлори то есть по факту нужно нам нужны данные для этой галереи то есть если мы с вами пойдем сюда что у нас здесь есть галерея у нее есть картинки у нее есть подпись у нее есть тайтл типа хэшек и description и все это данные для каждого элемента и нам нужно их собрать я прошлась по каждому сохранила самые большие версии картинок и в общем сохранила данные и вот интерфейс то есть у нас айди позиция title description и внутри у нас есть разные айтема которые сохранены здесь единственное что я хотела сделать это немножко их сократить потому что они не совсем вылезают нашу верстку здесь из-за того что здесь в целом ограниченное скажем хотя в принципе можно было подумать что мы должны растягивать допустим здесь прям очень большой текст да то нам либо вот эту часть растягивать саму картинку что кажется ну делайте больше в общем ванна я решила как-то минифицировать скажем текст чтобы все влезала в разные экраны и давайте мы это быстренько сделаем я его просто подсокращаем и все вот таким вот образом вот всего получилось 10 элементов я взяла картинки те которые были здесь повторила их еще добавила себя повторила чтобы было побольше галереи и можно было полистать они только знаете там все остановилось на первой картинке вот но собственно вот они данные мы их перечисляем прямо в этой галереи по-хорошему если вы организуете ну правильный подход в реакте компонентам лучше выносить эти айтемы скажем а вовне и передавать их компоненту то есть передавать данные откуда ты извне предположим они имеют вот такой характер но в текущем варианте у нас одна страница и на текущий момент то есть это больше выглядит ну как вы очень такая уникальная галерея которая один раз используется и я сделала так собственно когда макет у нас улучшается идет дальше и дальше и дальше разработка дальше уже там немножко модификации происходит я решила все скрыть компоненте чтобы немножко разгрузить эту страницу и так поехали что дальше дальше нам нужны данные и какие у нас здесь есть позиция title description и картинка и картинки нам тоже нужно сохранить я их уже все сохранила и вы сможете их найти на гитхабе ветки alias galleries что у нас здесь есть есть вот эта картинка drag 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 вот этот вот да и остальные все картиночки и здесь даже есть я в обл-арт они одинакового размера одинакового формата я их сохранила минифицировала то есть так как-то подправила где-то что дальше дальше нам нужно вот у нас есть уже некоторые классы да здесь и как у нас будет формироваться верстка то есть у нас есть некоторый контейнер есть вот этот drag 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 то есть но создаем два контейнера первый который ответственен за саму галерею а второе просто такая приписка сверху которая просто драк 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 а вот внутри контейнера контейнер у нас будет скроллящийся то есть это как галерейка которому скрол скроем и у нас здесь мы как раз перечисляем айтема наверное все правильно указал скобках и что дальше каждый айтем у нас состоит по факту но этот дивчик в котором есть классы активный элемент если у нас выбран то ему задается дополнительный класс ключик и он клик который устанавливает собственно активный элемент первый по умолчанию нас нулевой активный элемент идем дальше что есть внутри каждого элемента то есть сама карточка и description и так и делаем то есть делаем для карточки контейнер для этой белой белой подложки полигон это будет и сюда добавляем контейнер а еще у нас есть description в котором там вот есть такая звездочка красивая и он тоже с полигончиком такой сделан он тоже рядышком его положим я сделаю word wrap чтобы было все видно в общем у нас здесь есть sg для этой иконочки это description start и параграф description с html потому что он встречалась порой знаете на жирненькие начертания здесь я решила сделать это html вот получилось так а в контейнере у нас есть следующие элементы div для картинки почему решила сделать div я его сделаю таким рис который изменяет ширину то есть динамическим с ratio то есть он будет изменяться как картинка но он зарезервирует скажем пространство для картинки если допустим вы загружаете страницу чтобы не было прыжков то есть пространство будет уже зарезервировано в целом это можно было сделать и для самой картинки установить ей width and height но так как это динамическое все то есть у нас картинка изменяется да ширина и высота пропорционально изменяется в общем сделала дополнительный контейнер дальше позиция положила просто в обычный нейтральный элемент div и заголовок h4 то есть такой нейтральный заголовок для типа вот этого большого тайтла что дальше то есть это все сохраняем если мы уже посмотрим что у нас появилось вот такой html ну и дальше остается только оформить css то есть вообще скажем html или tsx то есть jsx то есть в реакте у нас jsx формат но вместе с typescript это tsx формат и последнее что нам нужно сделать это стиле добавить стиля и все ну то есть по факту мы просто сделаем стилизацию нашей галереи делаем ее просто клевенько то есть я называю это как добавить мейкап то есть недавно что-то так пришло на ум то есть css это как добавить красоту ну в принципе это так и есть мы делаем следующее то есть у нас есть alias gallery position relative здесь есть некоторые переменные и внутри собственно есть тоже некоторый элемент gallery position relative там будем располагать некоторые элементы а дальше у нас идет так здесь я пожалуй закрою дальше у нас идет контейнер а собственно он у нас для скроллинга поэтому создаем такую вещь то есть я решила сделать все фликсами overflow y auto то есть наш по игреку идет scroll gap между этими вещами scroll ball with scroll snap type x mandator то есть это у нас для того чтобы у нас была прям настоящая свайп галерея по факту то есть когда вы скролите у вас всегда будет на остановка происходить на допустим первом элементе ну то есть вы не сможете на середине остановить ну padding left он не нужен справа делаю отступ потому что здесь мы видим что макет прижат к правому краю и align items flex start то есть это просто мы их всех приподнимаем чтобы они растягивались под ширину сто процентов под самый большой блок добавляем сюда а вот такие вот вещи то есть у нас скрываем scroll bar здесь и здесь и еще добавляем один элемент после 20 пикселей чтобы все не уходило в самый-самый край скажем и вот если мы с вами уже скроллим вот видите здесь эти 20 пикселей и я как-то не скажу что прям останавливается хорошо а все почему потому что мы еще не сверстали айтем а айтема это как раз наши айтема то есть мы с контейнером поработали но не поработали с айтемом давайте работать то есть здесь у нас позиция рилейтив каждый айтем у нас 25 процентов и минимальная высота ширина тоже паддинги небольшие и вот дополнительно как раз scroll snap a line то есть старты и всегда остановка то есть где мы должны останавливаться и если мы сейчас вернемся в наш макет видите он вообще останавливается просто картинка тут продолжается сейчас вы все увидите дальше контейнер внутри у нас позиция рилейтив вот этот контейнер алис айтем контейнер то есть немножко другой класс там сейчас будем тоже что-то располагать но ладно потом нам нужен вот такой полигон опять красивый если вот тут увеличим тут все опять в градиентах и как мы его добавляем да так же как и до этого то есть позиция абсолют блок полигон мы идем бэкграунд который идет сбоку с правого верхнего боку еще посмотрим здесь и уходит в прозрачный бэкдроп фильтр который делает такое стекло эффект и транзишен он на самом деле не очень работать на таком сложном бэкграунде но я пробовала типа потому что он у нас будет иногда белым и вот он у нас добавился но нам нужно поработать над еще внутренними элементами чтобы все стало красиво а этом пока оставим идем дальше дальше у нас есть имидж контейнер как раз который я сделала спадинг bottom то есть позиция relative вот чтобы он был пропорциональный а картинку внутри через позиция абсолют растянула на сто процентов вот и что у нас дальше картинку растянула уже должно смотреться хорошо если сохраним видите все выглядит правда классно дальше поработаем с тайтлом и дискрипшеном точнее с позиции нам и тайтлом добавляем шрифты и отступы сохраняем уже красиво а потом у нас есть дискрипшен пока что он он открывается у нас на активном элементе поэтому пока поставлю один но это не будет выглядеть хорошо ну ладно я прижала к низу падинг установила транзишен трансформ сделала скейл для анимации именно по иксу чтобы он растягивался не по игреку трансформа риджин чтобы анимация вот этого трансформа шла с левого боку а по игреку по центру и райт немножко но соответственно ширину поставил 35w и увела вправо и стар расположила и стронг фонтвей в общем трансформ скейл у нас zero поэтому он скрыт ну и теперь для активной ссылки когда мы активируем у нас уже добавлен этот класс мы должны что-то сделать у нас есть айтом здесь и что у нас есть айтом есть у актива есть автор псевдоэлемент есть бэкграунд и клип пас полигон соответственно вот это побольше просто вот этот полигончик и есть также ширина минимальная ширина color font сайз и паддинг тоже устанавливаем то есть просто делаем чутка побольше этот автор если это все закрою то вы увидите что все стало просто побольше также давайте сделаем драк 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 чуть-чуть расположим чтобы он там не мешался все смотрите я сделала я его положила сюда позиция абсолют point revans но он так что он не влияет никак на клики вид хейк трайк там справа у нас 5 от вьюпорта и сверху 11 от вьюпорта из от индекс 3 но в целом когда происходит 3 сайт он так более-менее по центру остается ну каким-то образом как-то там в общем я подбирала и выглядит целом неплохо несмотря на то что макет у нас не ресайзится то есть там все ломается то есть это нужно продолжить но все равно там нужно предусматривать для будущей работы если делать чтобы это ресайзилось что еще мы должны с вами сделать добавить побольше стилей для актив элемента и давайте посмотрим что же мы должны добавить то есть у нас есть description который вот такой мы с кейл в 1 устанавливаем а пасти в 1 здесь я в 0 веду опять и это у нас анимация то есть transition у нас здесь где-то установлен на трансформы опасти у автор мы также делаем эту description а мы добавляем ему градиент вот этот но тоже полигончик делаем такую красивую форму как здесь видите это тоже полигон тут скошенный угол и еще полигон с границей я сделала то есть он вышел хорошо не как в прошлый раз я там не получилось у меня соединить а здесь получилось потому что я добавила в общем еще одну координату и все сошлось вот и параграф position relative z-index потому что у нас здесь с вами псевдоэлементы before-after и нужно как-то его расположить поверх них и вот так вот получилось если мы с вами посмотрим то выглядит как-то вот так то есть уже красиво то есть по факту галерея она готова то есть вот так вот это выглядит как еще можно ее допустим улучшить например я кликаю у меня происходит про скролливание знаете ну чтобы весь контент видеть я пробовала так сделать с обычным скроллом но то есть это же обычный нативный скрол и какие-то там такие не очень красиво выглядел то есть анимация такая дрожащая становится ну проще говоря некрасивая очень некрасивая и на мой взгляд если делать такую галерею прямо очень хорошо чтобы она прямо офигенно работала нужно использовать но чистый javascript то есть красиво это делать в целом я могу такое сделать но это потребуется больше времени просто чтобы сделать все эти плавности то есть проработать acceleration и там что у вас вот этот драк эффект красиво было мне кстати есть на канале одна из галерей свайп галереи которая писала на чистом javascript кстати не на реакте а вообще на чистом javascript и я бы даже делал плавнее чем там было сделано потому что там все таки ну как-то тоже немножко грубовато местами но работает хорошо то есть вроде там неплохо работала вот что классно со скролл галереи она правда работать будет у вас вообще везде потому что это скролл и нативно будет поддерживаться на мобилках со свайпом очень хорошо когда вы пишете свое вам нужно обо всем заботиться и минусы здесь могут быть то что допустим нативный скролл разные устройства разный браузер там пользователь к чему-то привыкает и он уже привык каким-то ускорением там как это все работает а тут когда вы пишете сами допустим вот такие свайповые штуки то вы можете немножко сломать пользователя именно сказать ему слушай вот здесь работает так то есть у вас все равно будет такая вещь как вы пишете скролл от себя то есть там все равно какая-то чувство вкуса будет ваше не факт что она понравится другому человеку и в этом есть конфликт поэтому обычно люди не предпочитают или не пишут нативно самостоятельно скроллы то есть сами знаете раньше было популярно знаете там сделать собственный скролл но даже когда я писала такое в прошлом я реализовывала это самый классный вариант был когда ты скрываешь нативный скролл и рисуешь поверх него что-то там свое но в механике нативный идет скролл ну собственно как здесь в общем это просто немножко про скроллы но на текущем варианте в принципе макет выглядит неплохо и больше всего мне нравилась как раз анимация которая когда ты скроллишь и сам если кликаешь но у тебя ничего никуда не двигается то есть она более классная сначала у меня была идея сделать именно ну когда вот нас и проскролливается и еще у меня была такая тема когда я скроллю чтобы первый элемент раскрывался то есть вот допустим я скроллю сюда и он автоматом раскрывается у меня такая идея была но это выглядело конечно очень плохо и я решила отказаться от этой затеи сделать чтобы выглядело хорошо и если что потом например лучше видели уже сейчас какой-то странный скачок произошел еще допуская из-за того что вот видите каждый раз остановка на первом элементе идет может быть с тоже какие-то ну хищрения связаны но мы с вами закончили еще одну часть то есть целом у нас макет готов целиком есть еще моменты которые можно пофиксить это мобильная версия добавить здесь авто скроллинг у меня тоже есть такое видео как можно сделать на чистом джаваскрипте но тут мы пишем с на реакте ну а так в целом макет у нас с вами такой красивый готов то есть и он довольно хорош но то есть так что тут тут полетела уже ладно не надо посмотреть вот ну в общем надеюсь текущее видео вам понравилось и поэтому конечно же не забываем ставить пальчики вверх колокольчики подписываться на мой канал и ждать новых видео всем пока с вами была елена литвинова пока пока